Как-то незаметно и сама собой у меня начала собираться коллекция парфюмерных вод компании Vroche. Eau de Parfum Collection. Экологически ответственная коллекция, которая содержит натуральное сырье, веганские формулы были использованы при производстве ароматов, пластик переработанный в крышечках, картон тоже из вторсырья. Ну, в принципе, это такая специфическая особенность компании Vroche. И всегда делать акцент на экологичность. И вот в данной коллекции очень много пунктов, благодаря чему эта коллекция и является экологически ответственной. Если первые два аромата коллекции, которые я приобрела, пылающие пески и новый жанр, это были покупки по Зоусердце, то Eau de Mui, около полуночи, композиция, которую я приобрела, потому что этот аромат стал для меня загадкой. И он бросил мне такой своеобразный вызов, потому что я никак не могла понять, что же это такое. Дело в том, что у нас в городе можно было попробовать композиции, но только если давали понюхать крышечку флакона. А пробники Саше мне никак не попадались, не шли мне в руки. Поэтому первое мое знакомство с этим ароматом состоялось в одном из уголков, где продавали продукцию в Роше. Но там уже крышечка была выдохшаяся. Единственное, что я услышала, это была очень сухая пудра, практически без какого-либо аромата. Ну, так как это пыльноватая пудра, ничего больше для себя интересного я не услышала. Но я читала отзывы об этом аромате, и вот он меня манил своей загадочностью, потому что люди слышали какие-то фруктовые ноты, и очень странные были ассоциации у людей с этим ароматом. Я сделала вторую попытку познакомиться, и тоже очень удивилась, потому что при второй моей попытке познакомиться, мне дали уже такой более свежий колпачок, на который наносили эту парфюмерную воду. И там я услышала из этого колпачка шлиф, который был точь-в-точь похож на аромат черный ирис. Вот это тоже меня уделило, потому что мало было сравнений именно с черным ирисом, но шлиф, безусловно, был похож. Это была очень мягкая, чуть-чуть горьковатая ирисовая пудра, такая меланхоличная, которая у меня, например, вызывает ассоциации с каким-то сумрачным осенним вечером. Такая вот, ну, не депрессивная, но какая-то осенняя тоска всегда для меня вот в таких горьковатых пудровых ирисах. Но я все равно чувствовала, что есть какой-то подвох, поэтому приобрела этот тревел, этот формат, для того, чтобы познакомиться с композицией поближе. Ну, во-первых, рассмотрим, как будет этот продукт. Это тревел-версия, картонная коробка, обычная, без глянца, без каких-то дополнительных эффектов. На передней поверхности мы видим имитацию квадрата, в котором светло-золотистым шрифтом нанесено название аромата. Отто де мельви, около полуночи, и вокруг этого своеобразного квадрата мы видим рисунок в фиолетовых тонах. Здесь, среди этих штрихов, можно, если присмотреться, обнаружить цветок ириса фиолетового цвета. Мазки, видимо, символизируют сумерки, след от губной помады. Здесь, с одной стороны, намек на то, что это вечерний аромат, такой романтичный. Это, с одной стороны, с другой стороны, ирис немного помадный, поэтому здесь есть такая и прямая аллегория. И вверху мы видим еще и уличный фонарь, то есть такое свидание в сумерках у фонаря. В самом низу коробки с золотистым тонким шрифтом название компании и в Роше, и эмблема компании. И очень бледным серым шрифтом объем 10 мл указан. На боковых поверхностях ничего нет. Здесь уже нанесен русификатор, парфюмерная вода, чувственный сладкий аромат. Перевод адаптированный русский в объятиях ночи. На самом деле, точно перевод около полуночи. Ну вот, в объятиях ночи тоже такая версия. Ну, тут тоже такая информация больше касается дистрибьютора. Внизу бачкод, вверху светло-серым, очень бледным таким рисунком эмблема компании и в Роше. И сзади у нас полезная информация об аромате на французском и английском языках. Чувственный гурманский аромат. Около полуночи под темно-синим небом, усеянным звездами. Сконцентрированы эмоции первого свидания. Ну, то есть, вот эти эмоции, они концентрированы непосредственно во флаконе. Указан состав и адрес компании и в Роше, а также электронный адрес. Сайт компании. Внутри информация о том, что цвет парфюмерной воды может измениться за временем без ухудшения качества самой парфюмерной композиции. Флакон колба стеклянный, очень простых форм, с толстым дном. Трубочка, кстати говоря, не касается дна, поэтому в данном случае у нас будут потери парфюмерной воды. Черная пластиковая крышка без каких-то затей. На верхней поверхности рельефная эмблема компании и в Роше. Внутри ничего такого особо примечательного. Большие порожки-фиксаторы для того, чтобы плотно крышка надевалась. Действительно, крышки у этой серии надеваются очень плотно. Черный механизм пульверизатора. Соплое светло-серого, белого цвета, можно сказать. И наклейка чуть-чуть глянцевая, которая полностью повторяет обложку на коробочке, фронтальную сторону коробки. По концентрации веществ, романтических, мы видим пузырьки среднего размера и мелкого. Ну, средней продолжительности время жизни. И действительно, я могу сказать, что композиция не очень стойкая. По моим ощущениям, где-то максимум от 6 до 9 часов я зафиксировала. И, к сожалению, шлейф тоже невыраженный. Это достаточно тихий аромат. Ну, такой интимный вечерний аромат. Где-то пару часов он звучит более ощутимо. Еще пару часов чуть меньше со сниженной громкостью. А остальное время это только при непосредственном контакте с местом нанесения можно эту композицию ощутить. Я делала, например, три распыления из этой колбы. В то время как новый жанр, например, мне хватает двух распылений. Ну и, в принципе, даже трех, я бы сказала, что маловато для того, чтобы создать полноценное облако. Кстати, о распылении. В данной серии оно довольно-таки неплохое. Вот такая струя напористая. Средней дисперсности. Само облако не очень большое, но такое хорошее давление. Поэтому композиция выходит в хороших объемах, больших. И, как я уже говорила, для шлейфов ароматов достаточно буквально пары таких нажатий. Но с более легкими композициями три-четыре, я думаю, тоже вполне нормально. Ну и о самом аромате я расскажу во второй части видео. И заодно скажу, почему мне пришлось сравнивать его очень долго сразу с тремя, даже с четырьмя совершенно различными ароматами. Продолжение следует...